я рада всех приветствовать на своем канале и сегодня я хочу показать вам как я пеку печенье на рождество это будет печенье не из песочного теста из творожного теста вот так у нас опять пошел снежок за за окном уже все побелело а на кухне у меня уже все подготовлено для вот этого печенье которое я буду готовить это будет творожные конвертики с вареньем у меня будет вот как вы видите сливовая можно взять абрикосовая или любое какое вы любите но желательно без косточек мука творог и масло здесь в уголку у меня стоит мой рождественский календарь но к нему мы вернемся чуть-чуть попозже а сейчас будем готовить тесто для начала мы соединим масло с мукой немного посолим добавим творог и все тщательно еще раз замесим тесто я замесила вот такое у меня получилось теперь накрываем крышкой или за накрываем пленочкой и отправляем в холодильник на полчасика а пока тесто находится в холодильнике я все-таки вам покажу свой рождественский календарь у меня календарь вот такой они у нас продавались магазине и мне очень захотелось именно вот такой кулинарный со специями я уже как вы видите вот баночки по открывала это конечно не все тут еще надо будет открывать до 24 числа ну вот они вот такие небольшие по 16 17 12 есть такие специи которые очень легкие и вот в этой баночке только три грамма вот такие есть очень интересные но некоторые я еще не открыла только собираюсь вот здесь вот такая интересная соль с травами надеюсь вам видно вот есть уже знакомые это смесь перцев и опять же с добавлением травы есть просто вот морская соль есть красная паприка простой черный душистый перец есть черный перец вот такой у меня рождественский календарь также я еще не показала вот гвоздика и все они вот в таких маленьких аккуратных баночка я правда еще не придумала куда их поставить их все-таки у меня будет 24 но я место найду за окном посмотрите снег нас становится все более лохматым наверное у нас сегодня все-таки будет снежок а то он у нас выпадает тает потом обратно выпадает и обратно тает даже был один раз дождичек если я уже заговорила за красотой который находится за окном мы вчера вечером гуляли по нашему микрорайончику и я поснимала специально для вас как наши округи украшают дома если вам интересно посмотрите а а а а и а а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полчаса прошло, я тесто достала, взяла половину. Теперь надо будет нам его раскатать на поверхности слегка присыпанной мукой. Я забыла сказать, что творог, если у вас будет зернистый, его необходимо будет перебить блендером, чтобы получилась творожная масса. Вот так раскатываем на вот такую толщину, не очень плотную. И теперь будем разрезать тесто сперва вот так на полоски, а потом будем разделять на квадратики. Если у вас нет терпения заниматься маленькими, можно сделать квадратики побольше. Я же буду делать вот такие маленькие. Теперь на центр мы ложим наше варенье. Не помню, говорила я или нет, но духовку я уже включила на 180 градусов для разогрева. И противень я тоже уже приготовила, постелила на него пергаментную бумагу. Варенье мы уже разложили. Берем конвертик, защипляем его вот здесь. И переносим на противень. И так проделаем со всеми нашими квадратиками. Вот так я их выложила. Теперь отправляем в духовку на 10-15 минут, как я уже сказала, при температуре 180 градусов. Одну порцию я уже вытащила из духовки. Там у меня раскатано еще на квадратики. И одна находится в духовке. Так что из этого теста получается довольно-таки много. Вот таких маленьких печеней. Есть, конечно, такие, которые раскрываются. Для этого надо тут чуть-чуть посильнее нажать. Вот такие они у меня получились маленькие. Можно, конечно, сделать вот такие побольше. Как вы видите, будет видно разницу. Одни большие, одни маленькие. И теперь вот это все необходимо присыпать сахарной пудрой. Вот так присыпаем сахарной пудрой. И потом еще выложим сверху одну порцию. Вот так. Хочете? Ну, бери себе, бери. Бери, бери. Оно уже остыло. Вкусно? Да. И в результате у нас получается вот такое печенье. Также покажу, как они получаются в разломе. Вот так. Немножко пористые. Надеюсь, вам видно. Не очень сладкие. Опять же, все зависит от того варенья, которое вы выберете. Как вы заметили, в само тесто я не добавляла ни грамма сахара. Ну так. Единственный сахар, это сахар, который находится сверху самих печенья. Печенье готово, а снег все идет и идет. А мне остается пожелать вам приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.